Здравствуйте, друзья! С вами Татьяна. В этом видео я покажу вам вещи, которые я купила на скидках на распродажах в городе Киеве. У нас с полным ходом идут распродажи. Я присматривалась, ходила, ходила, потом купила вещи, которые мне на самом деле нужны. Я придерживаюсь такого принципа. На распродажах я покупаю вещи базового гардероба, покупаю вещи, которые немножко в цене выше, чем я обычно покупаю, потому что на скидках они, естественно, стоят уже нормально. Поэтому эти вещи становятся для меня доступными. Еще я покупаю эти вещи, которые будут еще в тренде и в следующих сезонах. Ну вот, друзья мои, теперь будем их примирять. Давайте. Если посмотреть издалека, то видно, что эти вещи очень хорошо подходят друг другу по цвету. Давайте посмотрим, как они выглядят на мне. Эта вискозная блуза очень подходит ко многим моим вещам. Это на самом деле не очень дорогая блузочка, поэтому я присмотрелась к ней и купила. Это тоже вискоза, она такого болотно-серого цвета. И такие тут здесь веселенькие цветочки, красненькие, беленькие. Поэтому я решила, что такая блуза мне нужна. Вот я купила еще две блузы в голубых тонах. Здесь вот на этой блузе, на этой рубашке такой зигзаг интересный. И они мне очень подходят к моему основному гардеробу. Еще я купила вот такой тонкий ситр. Он очень интересный, хорошо под джинсы подходит. Здесь, видите, такое выбеленное место. Вот в этом месте тоже как выбелено. И фирма эта называется Риночименто. Итальянская фирма. Он такой очень приятный, тонкий свитерок. Я думаю, весной, да даже сейчас можно носить. И думаю, будет мне очень хорошо служить этот свитер. Также я купила это темно-синее платье в Бетти Барклай. Вот она Бетти Ко написана. И тоже я уже его несколько раз одевала. Замечательно смотрится. Я очень довольна этой покупкой. Это покупка из Бенеттона. Это свитер такого темно-лилового цвета. Очень приятный цвет. Мне он очень идет. Так что, девочки, если еще остались такие свитерочки, присмотритесь. Теплый и красивый. Такие брюки темно-синие в белую полосочку. Они как бананчики. Они мне почему-то навевают какое-то гангстерское настроение. Их называю гангстерские брюки для себя. И всегда веселюсь, когда смотрю на них. И вот последнее, что я хочу показать. Этот кашемировый темно-синий цвет. Свитер темно-синего цвета. Тоже очень хорошо спасает зиму. Теплый и приятный к телу. Вообще кашемир – это замечательный материал. А теперь будет примерочка. Ну, все. Вот так. Этот вот теплый свитер, бометон. Так я его выгляжу в нем. Ну, вот. Вот эта тонкая рубашка. Ее можно так носить. Можно одеть кардиганчик. И так будет на работу нормально. Вот у меня есть такой длинный кардиган теплый. Сейчас я могу его и одеть. Так что. Так. Вот такой кардиган. У меня очень теплый. Зимой я в нем спасаюсь. Поэтому присмотритесь к таким вещам. Очень длинным. И они хорошо выглядят и согревают зимой. Вот он на одной куговице. Вот это платье. Темно-синее. Очень простого покроя. Я ношу его и на низком ходу. И на более высоком ходу. Поэтому. Так. Я хожу на работу. И тоже одеваю вот этот кардиган. Ну, вот так. Вот так я хожу. Когда на улице скользко. Я боюсь упас. Я хожу на нижнем ходу. Одеваю эти сапоги. Теплень там нет. Безопасно. И так вот я иду на работу. Так это выглядит на высоком каблуке. Когда я одеваю платье. Выглядит немножко по-другому. Тоже, по-моему, очень замечательно. Этот рукав очень широкий. И мне этот рукав очень нравится. Он придает какую-то изюминку. Ну, вот, друзья мои. Такая была примерка. Надеюсь, вам понравилось. С вами Татьяна. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok